МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. История музыкальной школы имени Балакирева началась в послевоенные годы. Музыкальные занятия по классу скрипки и фортепиано были доступны и детям, и взрослым. Позже открыли классы духовых и народных инструментов, хорового пения. В 1952 году классы переименовали в детскую музыкальную школу. За высокий уровень творческой и педагогической работы учреждению присвоили имя великого русского композитора, пианиста, нижегородца Милия Алексеевича Балакирева. Решением Национального реестра России по итогам 2017 года детская музыкальная школа имени Балакирева вошла в ведущие учреждения культуры России. В этом году школа принимает поздравления в честь 75-летнего юбилея. Ваша школа – это самый яркий, самый нужный объект, который несет свою миссию по музыкальному образованию Сарова. Вас не кем заменить, вас не с чем сравнить. Вы действительно яркая звезда на музыкальном небосклоне нашего города. Дорогие родители, огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нашу музыкальную школу. От всей души поздравляю вас, милые коллеги. Пусть этот юбилей станет выражением благодарности преподавателям, всем тем, кто вложил свой талант и энергию в воспитание юных музыкантов, помог найти свой путь в искусстве. Всем желаем творческих удач, ярких учеников, доброго здоровья и благополучия. С праздником вас, с юбилеем! Юбилейный вечер стал красивой финальной точкой второго городского фестиваля «Балакиревские вечера», на котором выступили солисты и коллективы школы, педагоги и учащиеся, выпускники. На юбилейном концерте прозвучали различные инструментальные и вокальные произведения лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Для гостей выступили оркестр русских народных инструментов, эстрадно-джазовый коллектив, прозвучали классические сочинения известных композиторов. На концерте хор «Веснушки» исполнил произведение «Лист бумаги» на музыку Елены Ларионовой, выпускницы школы, композитора-пианистки, члена Союза композиторов России. Елена Валентиновна тоже поздравила школу с юбилеем. Самые большие искренние поздравления. Считается, что Саров – это второй Иерусалим, неправда. Для нас с вами он первый и единственный. И то, что делается сегодня на вашей земле, на нашей земле, это действительно великие и святые дела великой нашей страны, великой нашей мулыки, которой равных нет во всем мире. Мне действительно предполагалось работать во многих странах, нет нам равных. Преподавателей и ветеранов школы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Все школьники страны, объединяйтесь! Сегодня существует действительно масштабная система, которая дает учащимся площадку для реализации своих инициатив. Теперь и в гимназии номер два открылось первичное отделение общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». С важным событием юных активистов пришли поздравить специалисты департамента образования и депутаты. В этой школе есть все возможности для развития интеллектуальных, творческих, самых-самых немыслимых проектов и задумок, и идей. И хоть сегодня вы только открываете первичное отделение первых, но вы уже давно первые, вы давно уже в этом движении. Считаю, что вы также продолжаете традиции комсомола нашего города, и гимназия номер два становится первой. Поздравляю вас с этим коллективом. Ученики гимназии номер два действительно ни дня не сидят на месте. Ежегодно школьники реализуют множество проектов. «Доброе сердце», «Застава», «Кошкин дом». В преддверии Нового года ребята готовят мастер-классы и спектакль, которые покажут для детей из теплого дома. Популярной стала инициатива «Ярмарка добра». Как активист волонтерской организации «Твой выбор», мы ежегодно проводим «Ярмарку добра». Дети сами делают игрушки, пряники, шоперы шьем. Это наше нововведение с того года. И проводим ярмарку. Ярмарку проводим для родителей на родительском собрании. В прошлом году еще выходили на муниципальный уровень в дворец детского творчества. Сейчас проводим ее на уровне школы. Ярмарка ежегодно приносит большие суммы. И все вырученные средства отправляются в городской приемник «Верный друг». Директор гимназии Юлия Василкова в режиме видеозвонка одобрила открытие первичного отделения. Ребятам вручили значки с символикой движения первых. По словам активистки Виктории Романовой, благодаря движению у гимназистов будет еще больше возможностей делать добрые дела. Город и страну лучше. Сделать снимки в новогодней фотозоне, посмотреть выставку щелкунчиков, раскрасить праздничные фигуры или угощения. Все это можно сделать в резиденции Деда Мороза в Ледовом дворце. Ее в преддверии Нового года открывают второй год подряд. Зимний волшебник и его помощница Снегурочка встречают соровчан с 11 декабря по 6 января. В прошлом году в резиденции Деда Мороза работала выставка ретро-игрушек и открыток. В этом году в связи с выступлением балета «Щелкунчик» было решено организовать выставку щелкунчиков. Там представлены разные виды, начиная от игрушек, съедобных щелкунчиков, заканчивая новогодними украшениями и даже открытками с изображением щелкунчиков. В выходные для посетителей резиденции организаторы подготовили мастер-классы по росписи пряников и праздничных фигур. Насыщенная программа ждет соровчан в новогодние каникулы. В январе резиденция будет работать в дневные часы. Просьба записываться на мастер-классы по телефону 99-108. 6 января в 11-17 часов будет работать интерактивная программа, после чего можно будет всем пройти на каток. Традиционный департамент по делам молодежи и спорта выдает сладкие подарки детям от года, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения. Родитель с малышом от года может прийти сюда вместе с своим ребенком, получить сладкий подарок, пообщаться с Дедушком Морозом, может быть, рассказать ему стишок, если он уже что-то говорит или спеть песенку, и просто получить приятные эмоции, сделать фотографию на память. Для получения сладкого презента при себе нужно иметь паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении малыша. Получить информацию о наличии ребенка в списках на выдачу подарков и уточнить график раздачи можно по телефону 991-06. В случае, если фамилии нет в списках, нужно предоставить справку от педиатра о том, что малыш не посещает детский сад. Капитал Маркса – общая теория занятости, проценты и денег Кейнса. Труды великих деятелей легли в основу знаний не одного поколения. На 37-й студенческой конференции по гуманитарным и социальным наукам третьекурсники прочитали доклады по истории экономических учений «Институциональная среда и модернизация России». Мария Полякова вместе со своей командой рассматривала книгу «Эленор Остром. Управление общим». Нам посоветовала эту книгу наш преподаватель Оксана Валерьевна Савченко. Мы ее полностью прочитали, и, в принципе, нам она стала интересна. В основном в этой книге рассматриваются, как люди самостоятельно управляют общими ресурсами, то есть без помощи государственного принуждения и без приватизации вот этих самых ресурсов. Очень долго изучали. В интернете никаких источников нет. Мы именно читали эту книгу и выбирали информацию именно из этой книги. То есть сами анализировали, сами вставляли какую-то нужную информацию, которая нам показалась интересной. Студенты с РФТИ с интересом изучают, как устроены процессы управления, прослеживают экономическую эволюцию. Многим эти знания пригодятся в будущей профессии. Как отметил заместитель руководителя с РФТИ Тимофей Соловьев, чтобы создать что-то новое, нужно детально изучить базу, которую сделали до. Очень важно изучать предыдущий опыт ваших коллег. В данном случае вы с экономическими дисциплинами работаете, поэтому опыт экономических исследований. И уже собрав поедино ту базу, ту платформу, которую до вас изложили ученые, исследователи, уже как бы продвигаться дальше, создавать свои какие-то теории, искать новые инструменты. Конференцию проводили в рамках проекта «Ядерный университет и духовное наследие Сарова». Для студентов она еще была полезна тем, что на таких событиях учащиеся отрабатывают навыки публичных выступлений. Научно-учебная конференция, она важна для каждого студента, потому что она дает возможность продемонстрировать свои какие-то знания, способности, получить новые знания. Дает возможность нам поработать в команде, слушать друг друга, принимать верные решения общие. Команда Марии Поляковой и Алены Гусевой заняла первое место. Победители и призеры получили дипломы. Новогодние праздники в радость людям, а для домашних животных – это большое испытание на храбрость. Хотя даже с большой храбростью трудно справиться с тем, чего ужасно боишься. А боятся домашние питомцы, петард, салютов и других пиротехнических средств. Поэтому в период новогодних праздников человеку нужно позаботиться не только о своем благополучии, где отмечать Новый год и какие дарить подарки, но и о своем питомце. В соцсетях начинаются уже эти убегания, искания и тому подобное. Поэтому владельцам животных, наверное, еще раз говорю, и это мы не просто так говорим, адресник обязательно. Если собака уже боится, значит, мы одеваем шлейку, ошейник, два поводка, и все-таки мы смотрим, чтобы ошейник был так, чтобы она не вывернулась ни в коем случае. Это безопасно будет для вас и для собаки. Это вы должны четко понять. С поводков мы не отпускаем собак это время, это точно, ну не знаю сколько, но недели две. Гуляем только на поводке. Кинологи советуют закрывать все окна и двери, задернуть занавески. Если домашние животные привыкли к звуку телевизора и радио, включите их, чтобы хотя бы отчасти перекрыть грохот фейерверка. Для собак нужно подготовить укрытие, где бы они чувствовали себя удобно и в безопасности. Это может быть кладовка или шкаф, или просто место под кроватью. Если ваша собака уже боится петарды и вот этих всех звуков, чаще всего у них еще с этим связана темнота. Поэтому собаку мы выводим в светлое время года, в время суток. А если уже приспичил, на ночь мы выходим просто, ну пописан, ну покак. На пять минут вывели и обратно. Даже если она у вас полностью не выгулилась, ничего страшного. Утром встанете, нормально погуляете. Кинологи и ветеринары советуют уже сейчас давать питомцу успокоительные капли или таблетки. Но только при условии, если вам их выписал ветврач. Лекарство поможет четвероногому спокойно пережить новогодние праздники. Если собака уже у вас испугалась, убежала, потому что судя по тому году, собак 10, наверное, у нас точно убегало. Значит, мы сообщаем кругом всем в соцсетях, вешаем объявления, там, собачникам говорить, которые гуляют вместе с вами, чтобы люди были все в курсе, что у вас убежала собака. И в идеале сразу, чтобы это все пошло, потому что найти гораздо легче, когда вы сообщаете об этом сразу, а не после. Ну и пишите, конечно, номера телефонов. Если у вашей собаки есть ошейник или медальон с легко читаемыми данными, то его будет гораздо легче разыскать и вернуть домой. Как показывает статистика, животные в Новый год теряются чаще, чем обычно. Они просто убегают от звуков и вспышек. Причем убегают, не разбирая дороги и не оглядываясь. То есть, насовсем. Путешествия в мир елочной игрушки, здравствуй, зимушка, зима, волшебные драконы. Окунуться в атмосферу чудес и сказок на январских каникулах юным сыровчанам предлагает художественная галерея. Свои двери для горожан она распахнет 3, 4, 5 и 6 января. Творческие мастерские будут проходить в эти дни в 10 и в 12 часов для учащихся начальной школы. Более взрослых ребят будут ждать на мастерскую к 2 часам. По Пушкинской карте новые совершенно наши творческие мастерские, которые посвящены разным этническим и праздникам, и узорам. Ловец снов, новогодние узоры будем вышивать иголкой, ниткой, крестиком по дереву. Редкость такая, да, мы впервые это будем делать. И вот там очень маленькие группы, поэтому не ждите последнего дня. Записывайтесь заранее. Насыщенную программу на новогодние каникулы подготовили для киноманов. Новые серии мульткино для самых маленьких будут показывать в 10 утра. В 11 будут художественные анимационные фильмы для детей без возрастных ограничений. А с 13 часов будут показывать проект про кино 6+. 3 января на экранах увидят оперу в кино «Зальцбург. Волшебная флейта». 4 января мы вновь встречаемся с Йонасом Кауфманом. Это всемирно известный тенор. Мы уже будем смотреть третий концерт с его участием. Снова рождественские песни, но теперь в кругу друзей. Новый совершенно концерт, поэтому все, кто хотят настроиться на новогодний лад, приходите. Потому что там будет не только музыка. Прогуляемся по новогодним базарам, посмотрим разные промыслы. С программой можно ознакомиться в группе художественной галереи во ВКонтакте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 702-87. 15 ДТП, из них одно с пострадавшим. На перекрестке улиц Московской и Березовой пенсионер на «Опеле» «Зафира» проехал на Красной. И столкнулся с 61-летней соровчанкой на Киа-Рио. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля Киа-Рио получила целесные повреждения. После осмотра врачом была отпущена домой. На прошедшей неделе госавтоинспекторы составили 177 протоколов, 30 из них на пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения. С 12 по 14 декабря на улицах города правоохранители проводили акцию «Внимание пешеход». Было выявлено 27 административных правонарушений по статье 12.29 – это пешеходы и иные участники движения, которые нарушили правила дорожного движения. И 6 по статье 12.18, то есть где водители не пропустили пешеходов. С 18 декабря сотрудники ГИБДД проведут серию мероприятий в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Кроме профилактических бесед с водителями и пешеходами, инспекторы поздравят участников дорожного движения с наступающими праздниками. И напомнят о важности соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно в новогодние каникулы. «Мы спокойно достаточно-таки отнеслись к победе. Мы понимали, что, наверное, мы победим. И молча поаплодировали друг другу и все». Так, с юмором, ребята из команды КВН НИИ оценивают свою победу в КВНовской лиге, который проходил в Дзержинске. Они выиграли грант на 100 тысяч рублей, который потратят на поездку в Сочи на Кевин-2024. Как признаются ребята, пришлось показывать лучшие номера и усиленно готовиться к каждому заданию. «Конкурсная часть была – это приветствие. Это стандартный КВНовский конкурс, который играется всегда. Далее была разминка. Организаторы лиги стараются в этом формате чуть экспериментировать. И в этот раз, на моей памяти, наверное, первый раз, когда я видел, была разминка с гиф-картинками, которые двигаются. И вопросы от жюри были. И третий конкурс – это музыкальное домашнее задание». Команда НИИ принимала участие в Дзержинской лиге в 2021 году. Тогда они взяли серебро. Но второго места им оказалось мало. И команда поставила цель приехать в Дзержинск еще раз и победить. «Понятно, что это подготовка КВНов всегда состоит из двух частей, наверное. Написание материала, когда мы собираемся просто в разных местах, где это возможно, штурмуем, придумываем шутки. Когда уже понятие сценария уже ближе готово, мы это, как называется, ставим на ноги. Мы это уже пробуем играть, репетируем уже именно, как это будет выглядеть на сцене». В этом году в лиге приняло участие более 20 команд. Все они проходили жесткий отбор. Многие отсеивались в начале игры. Но каждая команда старалась выступить на пять с плюсом. «Все команды были и достойные, и хорошие, и сильные. Мы за весь сезон не выиграли ни одной игры, кроме финала. Мы в каждой игре нас побеждали команды. Мы занимали либо второе, либо третье место. Поэтому это не было легкой прогулкой, назову так. Не было легких команд, которые мы легко выигрывали. Мы всегда показывали качественный юмор, но всегда чего-то не хватало. Но к финалу мы настроились. Это главная игра сезона. Как говорится, да, в КВН можно выиграть одну игру, но если ты финал, то станешь чемпионом». Сейчас команда КВН-НИИ готовится к «Кивину-2024». На Лигу съедутся сильнейшие КВНщики России и ближних стран. Отбирать команды будут лучшие редакторы КВНа. Для участия в международной премии «Глаголица» в номинации «Проза на русском языке» Константин Борьков написал рассказ «Сухарь». В нем идет речь о молодом учителе физике, который никак не мог найти подход к ученикам. Для воспитанника медиа-студия Детской школы искусств номер два работа над рассказом стала первым конкурсным литературным опытом. «Идея была, можно сказать, из головы. То есть это не из жизни, это своей головой я придумывал. Эта идея меня затронула тем, что, так как в 2023 году объявлен годом педагога и наставника, я решил написать про учителя физики, который не мог найти подход к детям. Работа протекала трудно, сложно, потому что это была первая моя работа, авторская. Мне помогал мой педагог по журналистике Царевана Георгиевна». Премия «Глаголица» для авторов от 10 до 17 лет дает возможность попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными мастерами слова, перенять опыт и знания, совершенствовать родной язык. В составе жюри – писатели, журналисты, переводчики. На конкурс прислали более 2,5 тысяч работ. Из них лучшие вошли в длинный список, а затем в короткий список. Сравчанин был в числе лидеров и вышел в финал премии. «Для финалистов премии был предусмотрен такой замечательный подарок – это поездка в город Казань на шестидневную смену литературную. Дети проживали бесплатно, бесплатно участвовали в различных мероприятиях, культурных и образовательных. Питание, проживание, встречи, мастер-классы с жюри и с известными личностями, в том числе и артисткой Ксении Алфёровой». Литературная смена в Казани предполагала не только развлечение и образовательную программу, но и очный конкурс «Лучший журналист». Константин Борьков за несколько дней выполнил две работы – «Ессена-тему, что значит для меня образование» и репортаж статью о литературной смене. По итогам конкурса Саровчанин стал победителем. На встречах с экспертами финалисты разбирали свои работы и получили ценные советы от именитых наставников. «Естественно, была критика, естественно, были и комментарии, но одно из самых ценных, я выделил для себя, это то, что нужно работать там над русским языком. А что именно? Произведение финалистов опубликовали в Альманахе. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии «Глаголица» прошла при участии артистки Нонны Гришаевой. Под Новый год город традиционно окутывается огнями иллюминаций. Многие украшения на улицах остались с предыдущей зимы. На площади установили фигуры Снегурочки и Деда Мороза – нарядную ель. Из новых объектов – украшения на пруду Боровом, улице Ленина, Октябрьском проспекте, УТКС и в 15-м микрорайоне. Новогоднее настроение в этом году обошлось почти в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Одно из самых ярких мест города – парк имени Зернова. Улочки здесь украшены уже привычными для саровчан инсталляциями. Здесь можно запечатлеть момент в арке из Мишуры или посидеть в санях у Снеговика. Жители города охотно фотографируются с ними. Для многих такие кадры – ежегодная традиция. Здесь и зеленая красавица-елка, и золотая карета с лошадьми, арки с шарами и разноцветные фонари. Жители украшением города в целом довольны. В принципе, нормально. Не знаю. Мне кажется, в этом году больше всего украшено, чем раньше. Новых инсталляций, честно, я не видела. Я имею в виду помимо парка. Ну а так, я думаю, что город готов к встрече Нового года. Я только в парке хожу. Больше нигде. А здесь как вам украшения? Нравится. Вот собираюсь сама себя сфотографировать. В шарике. По городу. Даже вот около Думы молодежи. Я вот пока еще там, кроме елки, по-моему, ничего не видела. Вообще огоньков очень мало у нас в городе. Все. Как-то хочется повеселее. И в парке, мне кажется, тоже маловато. Сотрудники кафе и магазинов украсили фасады и внутренние помещения гирляндами, еловыми ветками и игрушками. Даже если вы загружены отчетами на работе, контрольными в школе или скорой сессией, остановитесь и оглянитесь вокруг. Прогуляйтесь по городу и впустите праздничное настроение. У гальку три года. Когда-то он был домашним котом. Хозяева привели его в ветклинику, когда начались проблемы с лотком. У кота диагностировали идиопатический цистит, который возникает не из-за инфекции, а из-за стресса. У галька несколько раз приносили на лечение в ветеринарную клинику. И врач давал назначение по питанию, по лекарствам, по тому, как можно улучшить жизнь кота, снять какие-то стрессовые ситуации. И через некоторое время владельцы возвращались. Они не делали никаких усилий, они не лечили кота, они не переводили его на спецкорм. То есть заболевание у него периодически возвращалось. И в последний раз, это было в августе, и уже врач сказал, давайте вы не будете мучить кота, просто оставьте его у нас на стационаре, мы его вылечим и уже дальше пристроим семью, которая гораздо внимательнее отнесется к его здоровью. Уголек ласковый, упитанный черный кот с крупными зелеными глазами. В клинике он живет в стационаре, поэтому второе его прозвище – доктор котик. Он уже помогал другим кошкам, был донором крови. Питомец вакцинирован и стерилизован. От хозяев требуется соблюдать профилактику заболеваний и давать специальный корм. Он подойдет семье уже со взрослыми детьми или без них, одиноким людям, без других животных. Еще один крупный постоялец приюта – пятилетний Сеня. Попал к нам с улицы, ну как и большинство животных, которые попадают в приют. У него спецболезни, то есть по анализам крови, которые мы делаем всем животным, у него выявился вирус иммунодефицита коршек ВИК и гембартонолез. То есть это болезни, которые могут привести к анемии крови. Они по факту никак не проявляются внешне. Единственное, что Сеня должен быть у нас единственным котом в семье. Сеня – спокойный, любвеобильный и аккуратный кот. В его клетке всегда чисто и тихо. Из-за болезни контактировать с другими котами ему нельзя. Поэтому он еще острее нуждается во внимании и ласке. Чтобы начать Новый год вместе с пушистым счастьем, обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или пишите в группу «Приюта Мурдом» ВКонтакте. Первая домашняя игра сезона. БК «Атом» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей лиги прошла бодро и результативно. Соперниками «Саровчан» стали баскетболисты из пари НН-2. В первом периоде наша команда взяла высокий темп, закончив со счетом 31-17. Нам повезло, что мы забили свои легкие атаки, так скажем, и вырвались вперед. И у нас маленькая тяжесть, груз этот маленько упал. И да, игра была все равно волнами, они догоняли. Нижегородцы активно пытались сравнять счет с взаимными атаками. Игра была максимально контактной. В последнем периоде соперникам «Атома» удалось сократить разрыв на восемь очков. Но «Саровчан» было уже не догнать. Игра у нас получилась не самая лучшая. Очень много не реализовали своих ситуаций, все промазали. Не доработали очень много в защите. Игра закончилась со счетом 112-94 в пользу «Саровчан». Большую роль сыграл опыт баскетболистов нашей команды и желание победить. Ждали молодых ребят. Они у нас дубль БКНМ. То есть перспективные молодые ребята, которые могут уже стать профессионалами. Они уже практически профессионалы. Игра, конечно, мы настраивались на очень боевую игру. С честью вышли, опять так же оторвались от них и до победы довели. Следом «Атом» сыграл дома СБК «Гайдар Агроспецтех» из Арзамаса. Саровчане уступили гостям со счетом 77-81. В свои 10 лет Варвара Латухова не раз становилась победительницей городских и региональных соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. За 4 года посещения секции девочка освоила различные сложные упражнения. Некоторые из них она показала на областных соревнованиях по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. В памяти Виктора Ивановича Абаева. В своей возрастной категории Варя заняла первое место. Мы всегда выступаем на мини-трампе. Там еще была дорожка. Я на дорожке не выступала. Я не готовилась к ней. Так были волнения по комбинациям. Первым быть это классно, даже вечером. В серебряной медали в соревновании вернулась Софья Елгоенкова до первого места. В своей возрастной категории девочке не хватило сложности. Но Соня не расстраивается, говорит, что каждый раз, выходя на дорожку, не знает, что тебя ждет. С каждым днем я стараюсь сделать что-то новое. И когда мы уже должны будем ехать, выполнять кандидатом из сероспорта, я надеюсь, что я выгоню. Воспитанники Икара привезли домой 25 призовых мест, 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. В двух дисциплинах – акробатическая дорожка и двойной мини-трамплин. Всего в соревнованиях приняло участие 110 человек из пяти спортивных школ Нижегородской области. Когда выиграют, горжусь. Когда плохо выступают, бывает такое, что какая-то полоса. Вроде готовы, поехали. Один упал, второй упал. Что такое? Ну, бывает это. Не знаю. Ну, здесь, конечно, от настроя зависит. Сейчас спортсмены спортивной школы Икар готовятся к соревнованиям ПФО, которые пройдет в феврале в Тольятти. Первенство общеобразовательных учреждений города по волейболу среди сборных команд юношей прошло на базе школы номер 7. В течение семи дней на соревнованиях за лидерство поборолись 11 школьных команд, которые разделились на две подгруппы. Из каждой подгруппы в полуфинальные и финальные встречи вышли по две команды, которые разыграли призовые места. За золото сразились сильнейшие игроки первенства – 17-я школа и 15-й лицей. Борьба на паркете была эмоциональной и напряженной. В итоге победу одержали волейболисты школы номер 17. Первые две игры были очень тяжелыми, потому что, во-первых, мы долго вкатывались в турнир, ну и плюс школы сопротивление предоставили хорошее. Сегодняшняя игра была очень напряженная. Хоть мы выиграли первый сет достаточно легко, но во втором сете мы отыгрывались со счета 23-17. Нам это удалось, мы очень счастливы. В прошлом году школа номер 17 выиграла областные соревнования по волейболу и участвовала в ПФО, заняв подгруппе четвертое место. Сегодня они показали свою игру хорошую. И вы, конечно, всех прекрасно видели, что действительно наша команда школа номер 17, ребят, я не подсоединяюсь, если слово сказать, что она на голову выше других соперников, потому что подготовка была действительно некоторых ребят очень хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова